Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира Paralives, так что усаживайтесь поудобнее, у меня есть что вам показать. Поехали! За прошедшую неделю разработчики показали нам два самых интересных момента создания игры Paralives. Начнем с того, что разработчики показали, что в режиме создания персонажа у ваших персонажей будут анимированные волосы, то есть то, как это было в Sims 2. При повороте персонажа волосы будут шевелиться в ту или иную сторону, в зависимости от поворота Парафолка. Разумеется, тут и к гадалке не ходи, понятно, откуда взята такая идея, разумеется, из Sims 2. В дальнейших частях игры The Sims данную фичу выпилили, и ее больше мы с вами не видели, разумеется, кроме модов для Sims 4, там уже мододелы гораздо на все что угодно. Но вот Paralives анонсирует данную функцию уже сейчас, и можно будет понимать, что волосы у Парафолков будут анимированы. Но не одними анимированными волосами Paralives прогремел на этой неделе. Также разработчики выпустили 50-секундный ролик, где показали редактор создания персонажа, а именно скульптинг тела. Как вы сможете создавать скульпт лица, тела, ягодиц и многого-многого того, что вы, собственно, сейчас видите на своих экранах. Редактор создания персонажа довольно гибкий. В первом же трейлере Paralives разработчики нам показывали, что редактор создания персонажа будет такой же интуитивный, как и в The Sims. Вы бы тянули за определенные части тела персонажа, и они бы изменялись. В этом же ролике разработчики показывают, что все же система будет основана на слайдерах, и также вы сможете задавать процентное соотношение. Например, вы сможете регулировать процентное соотношение подъема глаза вверх, либо вниз. Также, посмотрев данный ролик, я заметил, что редактор создания персонажа в Paralives довольно ограниченный. Но, возможно, это всего лишь бета-тест, бета-демонстрация. Но, конечно же, бы хотелось, например, управлять частями тела по-разному, а не так, как это есть в Sims. Например, если вы поднимаете одну бровь, то вторая, разумеется, тоже поднимается. Был бы какой-нибудь переключатель для того, чтобы можно было сделать, например, одну бровь выше, чем другую, и создавать некую асимметрию лица. Тогда персонажи будут выглядеть по-настоящему живыми и не похожими друг на друга. Опять же, повторюсь, это не окончательный вариант редактора создания персонажа, но мы с вами что знаем, в принципе, о редакторе создания персонажа? На данный момент мы знаем, что изменить парафолк или же переодеть его вы сможете абсолютно в любом месте. Вам не нужно будет переключаться на редактор создания персонажа, как это есть в The Sims. Например, ваш парафолк подходит к шкафчику, и редактор создания персонажа открывается именно в той комнате с тем фоном, где, собственно, и стоит ваш парафолк. Это прикольно и не требует дополнительной загрузки игры. И получается такой некий эффект бесшовности, то есть вы переодеваете персонажа, стоя в той же комнате, в которой, собственно, он и подошел к шкафчику. Это классно. Разумеется, такой редактор создания персонажа может быть еще не окончательным вариантом. И до релиза игры уже много раз все поменяют, начиная с того, что разработчики добавили ползунки и слайдеры. Ранее в версии игры таких слайдеров и ползунков не было, все было максимально интуитивно и наподобие Sims 4. Вот такие вот изменения. Вот такими вот интересными новостями поделились разработчики игры Paralives за прошедшую неделю. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не пропускать самую свежую и интересную информацию. Ну, с вами был Сергей, это канал Хубогибель, всех безумно люблю, и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.